Ну что, в последнее время вижу такие комментарии, что русские мусульмане мне не братья. Я им говорю, что мусульмане все братья, независимо от нации, а они все равно толдичат, что русские исключение. Это неправда. Побойтесь Бога, как говорится. Мне не рассказывайте про вот эти помощь. Может, я опять-таки говорю, люди разные, попадали в разные местности. У кого какие истории, я не знаю. У меня вот такие истории. Томсо, дай оценку тому, как встретили казахи в степях, войнахов в период высылки, пожалуйста. Я не буду давать оценки, никаких оценок давать я не хочу. Я не скажу, что, как и в любых народах, везде есть хорошие люди, есть плохие люди. Поэтому наверняка были те, кто попали к хорошим людям, хорошие семьи, которые получили какую-то поддержку. Были наверняка и те, кто ее не получил, попал к каким-то плохим людям. Поэтому это не та тема, которая требует какой-то конкретной. Им здесь нельзя просто дать такую оценку, понимаете. Спрашивая о том, как казахи приняли войнахов, я имел в виду в большинстве своем, как приняли. Я знаю, что приняли гостеприимно, но уже не раз замечаю, что Томсо всегда нейтрально комментирует эту тему. Ты очень правильно заметил, я ее комментирую нейтрально, потому что я не могу сказать то, что сказал ты. Приняли гостеприимно и так далее. Я не знаю, откуда берется, у нас видим разные версии тех событий. Вы должны понимать, что я не через человека знаю об этих событиях. Я знаю непосредственно от того, кто был выслан. Мой отец был в ссылке, он 38-го года рождения, мой отец был выслан. Моя мать родилась в Казахстане. То есть я от первых рук, я первое поколение, которое непосредственно слышало от тех, кто там был выслан. И поверьте мне, у меня нет вот такой вот информации. Поэтому, когда сейчас был этот конфликт, Кадыра там что-то сказал про казахского президента, там что-то с Казахстана начали обратно, и там начали, когда полностью ко всему народу какие-то обращения, какие-то упреки, я поэтому и сказал, там не надо лом накалять. Это далеко не такая ситуация, где можно вообще в таком тоне разговаривать. Поэтому давайте не будем сильно на эту тему углубляться. У меня нет никаких вопросов, никаких проблем с казахами. Те казахи, которые из числа верующих являются моими братьями, люблю их всех ради Аллаха. Но ничего больше этого я сказать не могу. Здесь я чисто воздержусь. Действительно, здесь я буду придерживаться нейтральной такой позиции. Мы согласны, что неправильно говорить, что казахи приняли нас, так как их никто не спрашивал, и они не были отдельным государством. Однако, тем не менее, немало казахских семей помогали нам, чем могли. Вот здесь как раз-таки те, у кого есть вот такая информация, что, допустим, они попали в какой-то населенный пункт, и там какая-то казахская семья или казахские семьи им помогли. Такие люди, пусть об этом говорят. Имело ли это какой-то массовый характер? Я еще раз говорю, у меня нет такой информации. У меня совершенно другая информация, и она из первых уст у меня. Поэтому я воздержусь. Я ничего подобного говорить не буду. Если кто-то может, у кого-то есть такая информация, пожалуйста, говорите. Если нет информации о логике, если выжили чеченцы, значит, кто-то помогал, привезли вагонов, выгрузили в голую степь. Как они смогли выжить в таких условиях? Может, русские вам массово помогали? Я тебе про свою семью скажу, как моя семья выживала. Два брата, мой отец и мой дядя. Дяде было семь лет, отцу было пять лет. Дожидались вьюгу степей. И во время вьюги шли в совхоз, колхоз, совхоз, где, значит, пшеница хранилась в таких больших чанах. Специально это делалось во вьюгу, чтобы следы не оставлять. То есть, вьюга заметает следы. В эту холодную зиму, под эту вьюгу, пробирались под этот чан. Был такой специально заготовленный, ну, типа сверло такое, да, которое вот вручную так крутишь. Вот этим вот, значит, сверлом. Отец, так как он поменьше, ему пять лет, его старший брат туда, под этот чан его засовывал. Он, значит, просверливал эту дырочку. Потом специально заготовленная была, был такой чопик, сделанный из дерева. Под чан подсовывали мешочек. Два мешочка собирали. То есть, ну, два или там, сколько они могут унести? Два маленьких ребёнка, семь и пять лет. Собирали, значит, туда насыпалось. Мой отец передавал своему брату. Когда заканчивали туда, забивали обратно этот чопик на следующий раз, чтобы в следующую вьюгу так же прийти. И потом с этим пшеном они возвращались домой, и их мама, моя бабушка, готовила им кашу из этой пшеницы. Вот мои родители выживали вот так. Поэтому мне не нужно рассказывать, понимаете? Побойтесь Бога, как говорится. Мне не рассказывайте про вот эти помощь. Может, я опять-таки говорю, люди разные, попадали в разные местности. У кого какие истории, я не знаю. У меня вот такие истории. Поэтому и нейтральность отсюда. История с зерном чопиком, это не говорит о том, что ты обратился к семье казаков перед носом, у вас закрыли дверь. Я такого и не сказал. Я разве говорил нечто подобное? Я не говорил, что мы куда-то обратились и там перед нами закрыли дверь. Я лишь говорил, что истории у нас вот такие. Вот и все. Там был поставлен вопрос, как выживали. Я просто рассказал, как выживали мои родители. Я не говорю про то, кто куда я там обращался. Наверное, просто мои родители никуда не обращались. Мои родители рассказывали, как собирали из лошадиного навоза зернышки. Я не хочу это зачитывать. Это немножко такой комментарий, который может привести к фитне. Но я хочу в целом просто на эту тему. Давайте сейчас последний, наверное, скажу. И на этом мы закроем эту тему. У нас нет никаких претензий, никаких обид на казахов. Нет. Казахи, еще раз повторяю. Те из числа казахов, которые являются верующими, это наши братья и сестры, которых мы любим. Ради Всевышнего Аллаха. В целом, Казахстан и казахский народ для нас не является плохим. Или у нас нет никаких претензий. У нас все очень хорошие отношения, никаких вопросов. Но каких-то больших вещей я лично говорить не буду. И если кто-то когда-то еще будет пытаться что-то там, чем-то упрекнуть и так далее, я на это буду реагировать очень резко. Поэтому я прошу, не ко мне. Если там что-то, кто-то кадыров, какие-то, пожалуйста, разборки с кадыровым, с российским руководством, разбирайтесь. Не трогай, не надо трогать народ, потому что это приводит к взаимным упрекам, к ненужным каким-то моментам. Сегодня в Казахстане проживает немалочисленная чеченская диаспора. Это часть нашего народа. Они с тех пор остались там жить. И у них есть какие-то уже и родственные, и близкие отношения с казахами. То есть проблем у нас никаких нет. Вот что важно понять. Но и не нужно пытаться эти проблемы создать, испортить отношения. Вот этого делать не нужно. Давайте просто оставим все как есть. Никто ни в чем, никого упрекать не будет. Тогда и вопросов никаких не будет. Ну что, в последнее время вижу такие комментарии, что русские мусульмане мне не братья. Я им говорю, что мусульмане все братья, независимо от нации, а они все равно толдичат, что русские исключения. Это неправда. Русские не исключения. Русские мусульмане это наши братья. Интересная постановка вопроса. Я грузин, христианин, православный, и русский православный мне не брат. может быть, единоверец, но точно не брат. Странный у вас, мусульман, постановка вопроса о братстве. Ну, видишь, у вас ситуация такая, что да, вы действительно являетесь православными. Это, как знаешь сказать, украинцы они православные и русские православные, но вряд ли они сейчас назовут друг друга братьями. Но если на это посмотреть с точки зрения религии, отставить все эмоции, там и так далее, то они братья. Поэтому здесь мы тоже говорим именно так. Если бы мы были бы в таком и таком же положении, положении войны, то мы, наверное, тоже были бы, ну, не говорили бы, по крайней мере, так. Но в религии у нас так, это как бы прописано, что воистину верующие являются братьями и сестрами. Поэтому да, мы братья и сестры. Но это относится именно к верующим. Дагестанцы тоже мусульмане, мудричеченцы, они не братья. Влаги братья, как не братья. Дагестанцы дагестанцы, даже если бы не были, даже если оставить в тему ислама, мы чисто как кавказцы являемся. То есть у нас помимо братства в религии, у нас есть еще и братство такое генетическое, так сказать. Мы там все не так далеко имеем одно происхождение. Поэтому, конечно, братья. В том плане, что на Кавказе у нас даже вот грузины, они являются иноверцами, они православные христиане. Но если мы опять посмотрим, уберем религию, то генетически мы там все не так далеко имеем одно происхождение. Поэтому как могут бы дагестанцы нам не брать? Конечно, братья. Братья и сестры.